Здравствуйте, уважаемые зрители канала Бурят Монгол Эрхатен. Сегодня я с радостью приветствую в очередной раз, во второй раз уже наших товарищей по Лиге Свободных Наций, председателя Конгресса Айрат Калмыцкого народа Арслана Санжиева Мендевту и заместителя председателя Конгресса Айрат Калмыцкого народа Батра Барамангнайба. Сегодня у нас достаточно радостная причина и повод для нашего разговора, для нашей встречи онлайн. Это прошедшая на прошлой неделе, 2 июня, встреча представителей движений монгольских народов, которая прошла в Нью-Йорке. Об этом мы сообщили на сайте и на телеграм-канале Лиги Свободных Наций, также на наших телеграм-каналах наших движений. Я думаю, что сейчас, наверное, мы не знаем и не видим всей значимости этого события, так как мы являемся участниками, но на самом деле, я думаю, в будущем это событие будет оценено как историческое. Как вы думаете? В таком масштабе, когда встретились, скажем так, за круглым столом представители многих наших братских действительно народов, родных по крови и вере, значит, с одним общим корнем, я имею в виду монголазычные народы, это, наверное, ну, такого, во всяком случае, я что-то не припомню. Я имею в виду, вот именно собрались люди, которые ставят повестку, вот именно политическое, да, именно политическое значение придает этой встрече, потому что, ну, культурные какие-то, может, спортивные мероприятия-то и были, может быть, и они и есть, мы знаем. Но вот чтобы собрались люди, представители этих народов и заявили о своих политических задачах, целях, это, наверное, было впервые, да, и я вот вижу в этом именно значимость вот этой нашей встречи. — Определённый исторический контекст, ну, и, естественно, значение эта встреча имела, и будут, как я надеюсь, вполне ощутимые результаты у этой встречи. О многом мы договорились, о многом ещё нам предстоит поговорить, обсудить, принять решение, но считаю, что встреча была продуктивна, она дала начало очень хорошему будущему. По крайней мере, мы убедились в том, что наши взгляды в очень многом, если не во всём, сходятся. Взгляды на то, что происходит в мире, то, что происходит с нашими монгольскими народами, которые проживают в разных странах, а участвовали у нас представители не только Китая, России, но и США. Так что у меня очень большие надежды на то сотрудничество, которое было положено на этой встрече. Мы решили на этой встрече, что мы будем проводить совместные акции, акции, которые будут объединять все монгольские народы. И первой такой акцией мы решили сделать пикеты, митинг на неделю порабощенных народов, которые традиционно проводятся в июле в США, в Вашингтоне. И каким образом нам удалось связаться с представителями этих движений? Немножко хотелось бы узнать о кухне этой, потому что я знаю, что мы не только связываемся сейчас с представителями монголов, внутренней Монголии, но также мы будем действовать совместно с Восточным Туркестаном, с правительством и с другими движениями. Вот я знаю, что Баттер, Вы усилие в этом отношении, в общем-то, приложили. Не могли бы Вы рассказать о том, как ведется подготовка к этим масштабным акциям? Я хотел бы отметить то, что усилия к обеспечению общемонгольской солидарности всех монголоязычных народов предпринимались и раньше, но они были неуспешны, потому что разные части монгольского мира, которые, к сожалению, были в очень сложных политических условиях. И, ну, прежде всего, представители власти не были настроены на существование такой общемонгольской солидарности, мостов дружбы и так далее. Это касается и властей российских регионов, Бурятии, Калмыкии, то, увы, может быть, в определенной степени, и, естественно, Китайской Народной Республики. В данном случае это территории внутренней Монголии, Цинхая, где живут хашуды, и Шиньцзяня или Джунгария, где тоже проживают значительные части монгольского населения. В данном случае Тургуды, Чахары, Синьцзяня. Так вот, власти и Китая, и России на установление таких связей смотрели не просто косо, они всячески чинили различные препятствия, даже запреты выдавались. Вот поэтому удалось подойти к этому только нашему земляку, которого я упомянул, Санджи Алтану, здесь, на свободной земле Соединенных Штатов Америки. И все. Кроме того, к сожалению, монгольские власти тоже, за исключением, может быть, самого яркого случая, когда была создана Ассоциация монгольских народов, которую сейчас возглавляет бывший президент Монголии Элбек Дордж, монгольские власти, к сожалению, тоже не предпринимали активных шагов для создания такой системы общемонгольской солидарности. Поэтому вот созрела такая идея у представителей многих народов, это и представители внутренней Монголии, и бурятского народа, и айратов, объединиться в общих усилиях по, во-первых, к осуществлению политических проектов и сохранению культуры, языка, традиций в условиях нахождения на территории других государств. Почему предстоящая акция в рамках недели Captive Nations, захваченных народов, важна? Потому что в этой акции, как мы планируем, будут участвовать очень многие народы. Это и народы Китая, и народы России. Как известно, оба этих государства являются по большинству своих признаков империями, колониальными империями, в которых нетитульные народы, то есть национальные, культурные, религиозные меньшинства, к сожалению, находятся в подавленном состоянии. То есть они не полноправные, они не в состоянии реализовать принцип самоопределения, существуют в рамках всевозможных запретов, дискриминации, в том числе запретов на изучение своих родных языков. Поэтому инициатива, которая родилась в Соединенных Штатах Америки в форме федерального закона о Captive Nations дает определенные возможности для нас, Captive Nations, то есть несвободных народов России и Китая, заявить о себе, о своих чаяниях, о своих проблемах и о своих мечтах в отношении нашего будущего. Будущего, которое, естественно, будет связано с самоопределением и с независимостью. Вот такое объединительное начало, которое у нас появилось именно в Соединенных Штатах Америки, это не случайно, видимо, точка на планете и символично, потому что, действительно, в глазах всего цивилизованного мира Соединенные Штаты Америки ассоциируются со страной, которая стоит на страже демократии, прав и гражданских прав. Поэтому, я думаю, было бы очень правильно, но, собственно, мы и говорили об этом на встрече, что надо, во-первых, нам объединить всем монгольским народом, как мы по привычке говорим, монголоязычным, но можно сказать, что да, будем говорить, что это близкие родственные народы, но то, что Батер применил термин порабощенного народа, вот это, к сожалению, это нас тоже объединяет, вот борьба за наши, значит, права национальные, прежде всего. И я думаю, что было бы очень правильно, конечно, наладить уже связи с американской общественностью, широкой, демократической, и с государственными органами власти, с тем, чтобы найти там поддержку, понимание, потому что основная задача, которую мы ставим, мы, в частности, наш конгрессарь от калмыцкого народа, я знаю, что представители многих других национально-освободительных движений, которые есть у нас в Лиге свободных наций, мы ставим свои задачи, главное, это, значит, построение новых независимых государств, правильно же, да? И поэтому, я думаю, это движение, которое сейчас тоже зарождается, еще одно, еще один центр, он рано или поздно тоже придет к такому уже, нашему видению, пониманию, что мы должны, уже конечной целью всех будет создание новых независимых государств. Только в таком формате, как уже показывает практика, наше многовековое существование наших народов или проживание наших порабощенных народов, как мы говорим, в составе империи, не только вот такой формат, как новое независимое государство, позволит нашим народам вздохнуть в полной груди и быть в семье всех цивилизованных народов. И в этом случае, конечно же, будет меняться политическая карта мира, и здесь игрок номер один, ни для кого-то не секрет, на сегодняшний день, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Если нам удастся завязать тесные такие доверительные отношения с организациями общественными, творческими, научными организациями Соединенных Штатов Америки, плюс еще и органами госвласти, то я думаю, мы получим очень хороший импульс для продвижения всех наших идей. Потому что мы же ставим, ну как бы, я имею в виду, прежде всего, наш конгресс, аэродокалмыцкого народа, не только построение нового независимого государства, но это государство должно быть светское, демократическое, экономически развитое. А это возможно сейчас, конечно, во многом опираясь как раз-таки на опыт и поддержку таких мощных стран демократических, как мы говорим, стран демократии, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому, я считаю, очень хорошие шансы у нашего дела общего. Я тоже надеюсь, как мы все надеемся на то, что вот это движение, которое идет изнутри, которое зародило в душах людей, мы же это делаем не по указке, сверху или сбоку, или еще откуда-то. Это просто наше внутреннее убеждение нас заставляет приходить к таким решениям, к таким действиям. Я думаю, что вот к этому движению присоединяются многие-многие люди, многие представители наших народов на местах, которые проживают, которые проживают за рубежом. Сейчас в 21 веке все технологии современные позволяют нам быть на расстоянии вместе. И нам надо максимально все это использовать с тем, чтобы прийти к нашей конечной цели. Я думаю, что эта встреча была, которая состоялась в пятницу, но мы же все вместе почувствовали, во всяком случае, я это почувствовал, я вижу, что у других тоже был такой в душе такой подъем, скажем так, подъем, прилив сил, когда ты чувствуешь локоть, плечо друга, даже плечо брата, скажем, которое находится даже на расстоянии и по времени, и по пространству. Но, тем не менее, мы чувствуем близость, мы чувствуем дыхание друг друга, биение сердец, если вот таким поэтическим языком говорить. Потому что за этим стоят не только единицы, единицы, да, единицы, а за этим стоят народы, за этим стоит история наших, блестящая история наших монгольских народов. Не надо забывать об этом никогда, что мы, за нами стоит, за всеми нашими народами, огромная яркая история, вот откуда мы и черпаем силы, и к чему мы идем, да, только на новом витке истории. Поэтому, я думаю, у нас очень высокие шансы двигать дело дальше, да, которое начинается. Но, надеюсь, что нас поймут и поддержат многие наши сограждане, многие наши братья и сестры, да. Да, возникло такое чувство единения. Я бы хотел еще отметить очень важное обстоятельство. Дело в том, что в международной повестке судьбы, нынешнее состояние и перспективы сохранения развития наших народов и Китая, и России просто не было. Наши народы отсутствовали в этой мировой повестке. То есть, так сложилось, что международные организации, крупные государства рассматривают в качестве партнеров или, наоборот, противников только государства. А народы, малочисленные народы, относительно, конечно, малочисленные народы, потому что речь идет и о народах, которых, численность которых насчитывает и 5, и 7, 10, 12 миллионов человек. Но, тем не менее, народы оказываются как бы в тени. Их незаметно. И вот наша задача как раз, в том числе Лиги Свободных Наций, состоит в том, чтобы о нас, народах России, не только о той же московской политической тусовке, не просто заговорили европейские, американские, японские и так далее, политики, но чтобы нас принимали в расчет и чтобы наши чаяния, в конце концов, стали предметом международного законодательства или повестки международных организаций или частью политики органов власти таких стран. То же самое касается и Китая. Если о буйгурах и тибетцах время от времени где-то появляются какие-то статьи, материалы, даже политики могут что-то заявить, то о монголах внутренней Монголии очень редко появляются материалы. Ну, по крайней мере, недостаточно часто для того, чтобы в полной мере осветить те проблемы в окружении которых находятся монголы внутренней Монголии. Но ведь кроме них есть еще и монголы, как я уже сказал, Ценхай, Аллашани, есть монголы Синьцзяня. Так что нужно это сделать предметом международной, мировой повестки, чтобы наши права, в том числе права на сохранение и развитие, я уже не говорю о полном самоопределении вплоть до независимости, должны стать предметом рассмотрения как ведущих правительств мира, так и международных организаций, в том числе ООН, вплоть до изменения международного законодательства и в части, кстати, коренных народов тоже. вот я бы, знаете, добавил бы, Раджана, с вашего позволения, еще вот что, потому что Баттер говорит, он очень важную тему затронул, тоже аспект. Дело в том, что много говорят и говорили, и будут говорить о разделении, скажем, некоторых государств и наций, народов. Скажем, был раздел Германии, и воссоединение произошло недавно на наших глазах. Раздел Кореи, да, это тревожит мир, и об этом тоже говорят. Ну, о разделе Монголии такого разговора серьезного, широкого не было пока. А ведь это же тоже один из очагов напряженности. Вот мы на примере вторжения Российской Федерации Украины видим, какую угрозу несут, таят в себе вот эти империи, вот эти диктатуры современные. И поэтому, конечно же, надо уже упреждать события, не ждать, когда дело дойдет до горячей фазы, а уже сейчас пытаться таким, значит, мирным путем, скажем, путем обсуждений, договоренностей, вот все эти многовековые уже проблемы решать нормальным путем. И тогда, я думаю, рано или поздно все придет соответствии. Я думаю, что уже на, скажем, в ближайшей исторической перспективе вполне возможно будет так, что политическая карта мира, как говорит Батр, она будет уже совершенно другой, и она будет, мир будет более стабильным. И мы можем вот эту работу свою, мы можем и должны вообще вести эту свою работу по, скажем, налаживанию и укреплению связей монгольского мира, да, именно с этих позиций, с тем, что мы устремлены в будущем такому стабильному мирному порядку в мире, для того, чтобы все народы не в ущерб никому, значит, развивались и жили под мирным небом в условиях, как показывает практика, это возможно только отсутствие вот этих деспотей, отсутствие вот этого насилия, агрессии и так далее, которые неизбежно несут с собой вот эти ожившие формы, скажем, государственные, как, скажем, диктатуры и прочее, прочее. С этим надо распрощаться, конечно, я думаю, вот прям скоро-скоро, когда уже завершится вот это, значит, вся эта бойня кровавая в Украине, когда Украина победит этого монстра, народа, вернее, страну-агрессора Российской Федерации, то, конечно же, я думаю, будут очень серьезные выводы сделаны всем человечеством, и я думаю, учтется опыт многих общественных движений, политических движений, в том числе и опыт наш, пусть он будет пока скромный, но, я думаю, тоже очень такой серьезный опыт взаимодействия наших монгольских народов со своими соседями внутри себя. Вот я, во всяком случае, вижу такое начало, которое было положено на этой встрече, о которой мы сейчас говорим, что это стремление наших народов к миру, к процветанию, к мирному существованию со всеми народами. Вы знаете, мне в голову пришло, что нас на протяжении истории постоянно разводили, пытались как-то разъединить по разным поводам, и я думаю, что один из, может быть, одна из причин, это, возможно, вот как раз чёрная легенда о монголах, о которой писал в своё время ещё Лев Гумилёв, что в западной историографии имела место быть эта чёрная легенда, и мы до сих пор, даже вот сейчас, например, что когда идёт такое полное чернение, например, Бурят, большую роль в этом играет как раз эта чёрная легенда о монголах, и, например, когда я была в школе и изучала историю России в школе, то нам говорили, что Буряты были, ну, в общем, одним из таких сибирских народов, который был покорён Чингисханом, то есть вообще не говорилось о том, что мы на самом деле часть монгольского мира, вот, там была, конечно, своя сложная история, но как-то вот этот вот факт, что мы сами являемся монгольским народом, от нас скрывали в школе, вот, в своё время, когда холмыков посадили всех в вагон и отправили в Сибирь, их ведь они не довезли до Бурятии специально, я думаю, вот, потому что они знали, что Буряту не оставят в беде своих братьев, вот, и, например, когда уже вот во взрослом возрасте, да, то есть у нас не было абсолютно возможности какие-то культурные связи налаживать, потому что мы были, естественно, связи культурные, научные, но они не были такими вот очень хорошо развитыми связями, вот, и я думаю, что сейчас, когда так много активистов пришлось, такому огромному количеству активистов национальных движений пришлось покинуть Россию, и мы, например, оказались в США, я думаю, что Путин этим самым, он дал толчок нашему развитию, развитию такого общемонгольского движения, да, и иначе мы бы, может быть, и не начали бы вместе сотрудничать, если бы это не произошло, мы стали членами Лиги Свободных Наций, и мы теперь не только как бы монгольские народы, да, объединились в борьбе, но и с другими народами, которые в такой же ситуации находятся, и мне вспомнилась вот эта легенда из сокровенного сказания монголов, когда прародительница золотого рода Чингисхана Борджигин Алангуа собрала своих детей, сыновей, и ну, это очень известная легенда, дала им попрутику и сказала сломайте, они все сломали два прутика, сломали три прутика, а затем она дала связку, и они не смогли естественно переломить, и она тогда сказала, вы должны быть все вместе, и тогда вы будете непобедимыми, и это в принципе легенда говорится, в этой легенде говорится вообще о хамок монгол, то есть это мы хамок монгол должны быть таким единым фронтом, и тогда мы будем непобедимыми, и я думаю, сейчас как раз вот этой встречей мы сделали такой первый шаг. Совершенно точно, сейчас наступил очень удобный исторический момент для этого, когда рушится одна из древних империй, которые столетиями эксплуатировала, дискриминировала, захватывала и так далее другие народы и территории их проживания, то есть я имею ввиду Россию, сейчас мир повернулся к Украине, но поворачиваясь к Украине, тем самым поворачивается и к нам, ныне российским пока народом, но в принципе мы все, ну может быть не все, но большинство из нас желает выйти из орбиты российской цивилизации, российской государственности и поэтому вот это налаживание межмонгольских связей, сотрудничества сейчас ложится на очень выгодную удобренную почву и этим надо воспользоваться, но нельзя сидеть без дела, нужно проявлять активность, нужно оказывать давление в том числе на сильных, то есть на сильных мира сего, нужно максимально эффективно использовать исторический момент и проявлять необходимую активность, причем эта активность не должна ограничиваться только вопросами культуры, языка, традиции, религии и так далее, она должна обязательно иметь очень существенную политическую составляющую, потому что все то, что я перечислил, то есть культура, язык, традиции, это все политика и мы должны это понимать, особенно в условиях имперского окружения, в условиях таких репрессивных режимов, как нынешний Китай и Россия, все, что касается нашей этничности, это чистая политика, кроме того, я считаю, что мы должны занимать абсолютно наступательную позицию, хватит стоять бедными родственниками с протянутой рукой и униженно выпрашивать себе кусочек хлеба, нет, мы должны требовать, есть международное законодательство, которое определяет наши права, наши возможности, наши отношения со странами, которые определяют мировую повестку, это международное законодательство может быть неполноценное, но оно нам дает определенные основания для того, чтобы развивать наши интересы и апеллировать к международным организациям типа ООН или Евросоюза, к правительствам ведущих государств мира, и я считаю, что в данном случае, используя аналогию с Украиной, мы видим, как Зеленский требует нормальной поддержки со стороны западных государств, жесткой позиции в отношении агрессора России, точно так же и мы должны действовать, нет, конечно, есть определенные линии, то есть не надо переходить на какие-то грубости, допустим, или какой-то тон, который не принят в международных отношениях, но мы должны исходить из того, что мы являемся субъектом международных отношений и международного права, мы народы, немногочисленные народы России и Китая, мы должны добиваться того, чтобы наши требования были услышаны, а нас уважали и видели, и принимали во внимание при определении важных направлений решений международной политики, то есть мы должны требовать того, на что мы имеем полное право. Я бы хотел добавить, Рожжана, с вашего позволения, то, что вы сказали, я с вашими словами полностью согласен, то, что война, развязанная Российской Федерацией в Украине, она стала катализатором многих процессов, внутри Российской Федерации и во всем мире. Поэтому, вот, конечно, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот, если раньше у нас в Республике Калмыкия практически не поднимались разговоры о создании независимого государства, люди хотели, скажем, построить, вот я сегодня сделал стрим, там тоже про выборы Народных Уралов сказал, как бы образно, что выборы Народных Уралов это попытка построить демократический барак в концлагере, да? Но мы все в этих иллюзиях жили до какого-то времени, сами тоже думали, что вот мы войдем в парламент, наладим связь, и вот и Россия, и дальше мы будем жить по своим законам, поскольку у нас в парламенте будут свои люди, глава Калмыкии был хороший человек, наш человек. Но это все иллюзии, конечно. Понятно, что вот эта повязка последняя слетела с глаз после 22 февраля, после 24 февраля 22 года. И мы четко, ясно видим, что только создание новых независимых государств даст нашим народам возможность жить нормальной, по-человечески. а что касаемо, скажем, вот того, что некоторая, ну, часть, некоторая, значительная часть, не будем скрывать, наших народов или людей, которые проживают в наших республиках, они боятся этой свободы, боятся вот этой идеи создания новых независимых государств. Мне это напоминает, знаете, бывало и слышал, и читал, и смотрел, когда люди, ну, скажем, рецидивисты, много лет просидевшие в тюрьме или в колонии, скажем, вот они уходят на свободу и потом возвращаются опять в тюрьму, что-нибудь сотворят специально и идут в тюрьму, потому что на свободе им очень тяжело находиться, они не видят себя там и считают своим нормальным существованием жить в тюрьме. Вот такое бывает, это известные такие случаи. И вот этот случай вот мне напоминает, да, вот когда наши боятся, сограждане вот этих наших заявлений даже, вот в этом плане. И я думаю, что это ненормально, абсолютно ненормально. Надо жить нормальной человеческой жизнью. Действительно, Россия тюрьма народов. Это не мы придумали, это не нами сказано, сказано уже давно. Мы все знаем прекрасно, а теперь уже никому ничего доказывать не надо. Действительно, тюрьма народов. И хватит в этой тюрьме жить. Уже надо выходить на волю, надо жить, дышать, как вольный человек. И поэтому это естественно нормальное наше желание наших организаций, Лиги Свободных Наций, Конгресса нашего и других организаций, которые входят в Лигу и которые не входят в Лигу, но хотят тоже вот этой же цели добиваться. Это всех нас объединяет. И вот как раз таки если мы говорим сейчас о России, о Российской Федерации, то создание вот этой или скажем вот эта встреча, которая была на прошлой неделе, которая дала нам толчок к нашему разговору, то это начало процесса уже планетарного порядка. Потому что мы понимаем, что вот о чем мы сейчас говорили, ситуация в Монголии, во внутренней Монголии, во внешней Монголии и там в других местах, Синьцзяне, допустим, Синьцзяне-Угуйском автономном районе. Все это рано или поздно все равно это встанет в повестку дня. Все равно эти причины полно рост станут острые вопросы. Их надо тоже решать. И поэтому вот эти движения, я думаю, имеют большое будущее в том плане, что они сыграют свою положительную роль для того, чтобы вот этот процесс пошел менее кроваво, не так кроваво, как, скажем, в отношении вот этой Российской Федерации, которая показала себя во всей красе, вот развязав уже полномасштабную войну. И чтобы до этого не дошло уже в мировом масштабе, учитывая мощь еще одной империи, вот нам надо, конечно, вести такие разговоры, вести такую работу, чтобы цивильным, так и мирным путем прийти к нормальному миру на планете. Поэтому я считаю, хоть это может быть такое дело малозаметное пока, но я думаю, это имеет очень такую серьезную, большую перспективу. Ну да, я тоже думаю, что те люди из наших республик, которые боятся независимости, да, с одной стороны, это был прекрасный пример, да, зэка, лицередивиста, который не знает, что делать со свободой. То же самое можно сказать о, например, крестьянов, которых сверху внезапно освободили от крепостного права, и для многих крестьян это стало шоком и потрясением. Вот в Вишневом саде у Чехова есть такой слуга Фирс, которого в конце концов забыли, да, человека забыли. Так вот, он всё время на протяжении всей пьесы говорил о каком-то несчастье, которое случилось. Потом оказалось, что это несчастье, это 1861 год, когда крестьян освободили и отменили крепостное право. Вот, то же самое, например, здесь в Америке, когда отменили рабство, то для многих рабов это случилось, это было таким же потрясением, как и для крестьян в России. Вот, и многие действительно писали о том, что вот, хорошо было, когда в рабстве там, значит, всё было, хозяева были добрые, всё давали, сейчас вот мы оказались ни с чем. вот, и чувство выученной беспомощности, да, когда людей отучали от самостоятельности, от свободы принятия решений, и вот действительно это же очень страшно осознавать себя лицом к лицу с этими проблемами, которые ты должен решать как взрослый человек. Как же мы можем это решать, если мы никогда не были взрослыми? И я поэтому, в принципе, вот наш канал, да, когда мы делаем эти видео и приглашаем вас, например, на наши встречи, и разговариваем об этом, о том, что независимость, это достижимо, это нормально, и нет в этом ничего страшного, к этому нужно стремиться. мы в том числе это делаем для того, чтобы такие люди, смотрев эти видео, начали все-таки понимать, да, что ничего страшного в независимости нет. Многие страны, многие народы прошли через это, и сейчас они живут счастливой, нормальной жизнью в своих новых демократических государствах. можно я добавлю? Я это хочу сказать, Раджана, вот вы натолкнули на такую мысль, что для нас, это для монгольских народов независимость, это не что-то новое, непознанное и такое драматическое. Нет, мы были независимым государством, мы были монгольские, наши народы переживали времена, когда было на всей земле, и большая часть площади земли считала за честь называться монголом, правильно же? Было такое же в истории, пусть это была империя, пусть это было, но это было со ссылкой с допуском на то время, для того времени, но наши народы жили в этих условиях, когда были независимыми, оно сейчас на новом витке, когда уже мир знает, что такое права человека, что такое хартия вольности и так далее, но, конечно, мы уже идем в цивилизионном таком ряду цивилизионных народов, и эта независимость только даст нам еще больше сил двигаться в общем к госсоряду и чувствовать себя наравне со всеми нормальными свободными людьми, и это даст, я думаю, я думаю, потенциал прорыв и к экономическому, культурному такому взрыву наших народов, вот такое существование независимого государства, ощущение себя свободными, независимыми людьми, поэтому это еще один серьезный фактор, повод нам для того, чтобы идти к этой нашей мечте построения новых независимых государств, ну и укрепления монгольского мира. Я хотел бы отметить еще два момента, в том числе к тому, что сказал Арслан Ки и Раджана, значит, по поводу того, что мы имели опыт государственности, мы имели, мы, я имею ввиду монгольские народы, имели множественный опыт своей государственности, причем некоторые государства возникли за пять тысяч, ну, может быть, давайте буду скромнее, за три тысячи лет до нашего времени, ну вот, например, Сы Матсянь в своих исторических записках, которые он писал еще в первом веке до нашей эры, указывал, что гунны, это наш общий вместе с тюрками народ предок, который состоял из многих племен, кстати, и который в третьем веке благодаря Маде создал первую империю, так вот, гунны имели свои государства за тысячу лет до Маде, то есть где-то в 1300-1400 годах до нашей эры у гунов уже были свои государства, а кроме гунов еще были Шивей, Донху и другие монголоязычные объединения племенные, так что мы, монголы и тюрки имеем опыт трехтысячелетний как минимум государственности, а не то, что там Путин говорит, что такие-то народы не имели своих государств, но мы в своей истории имели пять государств, которые отмечены в международных летописях, в китайских летописях, иранских, турецких и так далее, так что нам нечего стыдиться своего прошлого. Можно здесь добавить, Батыш, извини, что перебиваю, мы же сразу хотел добавить, конечно, было время, когда в истории наших народов, когда Москва тоже выходила в одну общую вовсюж, джучи, да, в заводе, ничего страшного, а теперь ситуация была тогда, они подчинялись, они были какой-то периферией, потом они стали столицей, сейчас они опять станут периферией, ничего, история продолжает, все нормально. Ну, получая, по сути дела, идею имперской государственности, они, как эстафету, получили из рук ханов, так называемой Золотой Орды, если быть более точным, улу, саджучи, до этого... не только идеи, наверное, но еще и все рычаги. Практики, опыт, многие институты, кстати, заимствовали. А по поводу того, что сказала Раджана, я могу добавить, что как это не анекдотично выглядит, но многие наши соплеменники, знаете, как собаки реагируют на слова демократия, свобода, независимость, самоопределение, то есть они начинают натурально лаять, у них какой-то рефлекс или инстинкт выработан. Я считаю, что такое отношение к таким понятиям и словам нужно менять, это болезнь, надо лечить этих людей. Я думаю, что они будут в условиях нормального государства, нормального, свободного, демократического, независимого государства или государств, они будут вылечены, они будут впоследствии нормальными людьми, какие мы видим на примере, допустим, тех же европейцев, американцев, японцев, южных, корейцев и так далее. То есть просто надо создать нормальную реальность. Нормальная реальность это вот наше независимое государство. То есть организм, больной, но... Да. Мозги тоже больные. Надо лечить. То, что у рабов был стокгольмский синдром и они думали, что быть рабами лучше, чем свободными людьми, не означает, что не следовало отменять рабство. Вот знаете, Раджана, вот мне вспомнилась вот эта сказка, знаменитая калмыцкая, ойрат-калмыцкая сказка об арлее и вороне, который использовал Александр Сергеевич Пушкин, своей знаменитой повести «Капитанская дочка». Вот там есть сказка об арлее и вороне, когда орел спрашивает, а почему ты, ворон, живешь 300 лет, а я, 33 года. А он говорит, ворон, давай, полетим, посмотрим, чем ты питаешься, чем я. Я, вот это, они полетели, там, палая лошадь. Вот я, этим питаюсь и живу вот по этому 300 лет. А орел клюнул раз, другой, «Нет, брат, ворон, лучше, чем 300 лет питаться, падали, лучше раз напиться живой кровью, а там, что Бог даст». Вот это наша психология, наших народов, это не только айратская колония, это наша монгольская психология, психология народа победителя. И поэтому надо вот, а у нас в Калунке все знают эту легенду, все гордятся этой сказкой, все грамотные, поэтому, я думаю, а что бояться, давайте, тогда получается, мы кто, орлы или вороны? Вот и все, бальдина, хватит, не надо, нам вот этой тюрьмы, золотой клетки нам не надо, давайте лучше жить, как орлы, в полете свободном. Вот и все, и всем будет хорошо. Вот если говорить оттуда, да, из опыта, это же фольклор, это опыт тысячелетий, поэтому вот уже за нас наши предки все сказали, или надо жить, питаясь падалью, или давайте горячую кровь пить и жить, как орлы, вот и все. Для наших монгольских народов, я думаю, выбор очевиден, да. К слову сказать, вороны не питаются падалью, и в этом смысле Александр Сергеевич Пушкин ошибался. Ну, это же не биологические трудности, а это литературные, поэтому, я думаю, туда сильно выходить надо, все ясно, да, понятно, идеи, две идеи, какая ближе. Вот для тех, кто хочет независимость, свободное государство, я считаю, что они орлы, а кто хочет жить в федерации какой-то, или она такая тайная, или явная, или какая-то скособоченная федерация, ну, те вот эти, хотят жить, питаясь падалью. А я бы сравнил их не с вороном, а, допустим, со змеями, с гадами, таких людей. Но это уже другое. И здесь уже надо вспоминать уже Расула Гамзатова, мы можем уйти туда, что в Индии, жили, сначала появились люди, а потом, говорит, кто-то превратился в змей, кто-то в орлов, так же, Гамзатова? И вот получается так, да. Но в любом случае это минус большой для людей, для народа, когда они уходят добровольно в рабство, в тюрьму и так далее. Я уверен даже, что все это случится на нашем веку, на наших глазах, все эти процессы, о которых мы говорим. То есть мы не мечтаем о каком-то там далеком будущем, прекрасное далеко, да? Нет, это будет вот прямо на наших глазах. И надо быть к этому готовы, и мы к этому готовимся. И в Лиге, и в Конгрессе, и за Конгрессами, я имею в виду, вот эти встречи наши по монгольскому миру. Все это идет в один поток, в будущее, в недалекое будущее. Рожжане, так что мы с Батыром в пользу случаем приглашаем вас вместе с Мариной, еще одной нашей союзницей в нашу независимую Айрасовскую республику. В числе первых почетная гостина. Вы увидите, что сказки бывают были, да, на нашей... Спасибо огромное. Ну а мы приедем к вам в Бурятию. Мне понравилась Бурятия. Естественно, да, конечно. Прекрасная страна. Может жить... Но это райский уголок мира. Байкал, Бурятия, это райский уголок мира. Да, конечно. Поэтому Бурятия имеет... Тем более, да, мы граничим с Монголией, так что мы будем ездить друг к другу в гости обязательно. Бурятия, это же Швейцария. Обмениваться делегациями. Большие только. Да, конечно, конечно. Но вот это и будут... Уже вот эти связи будут серьезные. То, что вы говорили, связи есть и были, они в прошлом были и сейчас есть. Но это такие, знаете, очень такие слабые связи, когда иногда приезжают оркестры, ансамбли, певцы, спортсмены. Ну это очень эпизодически все так. Нету системы, нету такого серьезного, такого государственного, да, вот такой работы, программы. Но это должно быть. И это будет, видимо, только созданием новых независимых государств. Я прям зациклен на этой идее. Мне эта идея очень нравится. Потому что я там вижу. Вот перспективы большие. Там вижу. Не надо там смотреть наглядку на Москву, еще на кого-то. Надо, можно, не можно. Вот даже в случае с визитом его святейшества, Далла Лама, нашего общего духовного учителя, да, мы же конгресс проводили, вот когда вот осенью было, 21-го года, в Алисе мы провели круглый стол по вот визиту, пастырскому визиту его святейшества, Далла Лама 14-го. И, ну, конечно, это осталось Москвой абсолютно незамеченным. Наши официальные власти, как обычно, трусливо промолчали, хотя мы выражали волю не только себя, а практически всего нашего народа, что мы имеем право приглашать наших учителей и ждать их, да, гостей к себе на своей земле. А почему-то нам не разрешают. Вот кто-то за нас решает какой-то, там, какой-то карлик кремлевский, да, который оказался кровожадный, да, дьяволом. И он почему-то решает нам, встречает нашего учителя, значит, духовного или нет. Вот когда будут новые, независимые государства, конечно, мы никакого спрашивания разрешения не будем. Сразу его святечество, если получится, он, конечно же, приедет к нам и в Бурятию приедет, в Тулу приедет, на наши буддийские республики. Вот вам еще один пример того, что надо, не надо, быть или не быть. И позорнее то, что это не карлик решает, а это ему из Китая не велят этого делать. Ну, карлик, получается, в роли покорного слуги, да, китайского, мандарина, да, вот, вот, на самом деле, так оно и есть, да. Получается так, что малочисленный народу он давить может с помощью своей клики и большого количества населения, которое поддерживает такие настроения. А вот против Запада он нормально идти не может и выполняет указания против Китая не может быть. Так что это сильный только против слабых, а не сильный против сильных. Не вот, мы уже уходим, как бы уже в политику, но это горячее, да, как бы то, что сейчас вот задевает многих, но вот если, один из поводов войны в Украине, они же называли в самом начале, любили говорить об этом, что про НАТО, вот вступит в НАТО, ну и что, Финляндия вступила, НАТО, а что же на Финляндию нападает, Сейчас Швеция вступает. Швеция, да, а что же туда не нападает, что за дела? Почему они это? Потому что боятся, они знают на кого нападать, силенки позволяют, но ничего, надо вот, в конце концов, мы должны, я думаю, все вот, мы троем, и наши, те, кто, рядом с нами, мы все, конечно, можем и должны сказать благодарность украинскому народу, Украине, за ее героическую борьбу, вот всем нам показывают пример того, что надо биться за свои права, за свои свободы, за свою независимость, и можно одерживать победы, да, когда казалось, говорили, весь мир, говорили, да, вы три дня продержитесь, все, до свидания, ничего подобного, вот украинцы тем нам показали, как надо биться за свои права, национальные интересы, вот, и они победили, они победили уже, украинцы, и мы, значит, наше дело, тоже гарантирован успех, я думаю, что спасибо большое, что рассказали эту прекрасную историю, и прекрасную легенду калмыцкую, притчу о вороне и орле, и я думаю, что действительно, это такой призыв для нас, для монгольских народов, монголов мира, не нужно быть падальщиками, да, нужно летать высоко, быть орлами, потому что орел, это священная птица монголы, и самая главная, самая главная ценность, это свобода для нас, никогда нельзя разменивать свободу, ни на что, потому что, ну, это уже тоже известное выражение, что если вы променяли свободу на безопасность, то у вас не будет ни того, ни другого. Возвращаясь к теме общемонгольской солидарности, у некоторых из моих друзей возникли вопросы по поводу участия в этом процессе Монголии, единственного пока монгольского государства. Я на этот отчет могу объяснить нашу позицию, она заключается в том, что мы желаем сотрудничества в этом вопросе с Монголией, и я знаю, что нашу позицию поддерживает огромное количество граждан Монголии, монголов, которые не просто поддерживают, они абсолютно с нами солидарны и согласны, но проблема в том, что нынешняя Монголия, а это относится прежде всего к монгольским властям, находится во вполне зримой зависимости Монголии от Китая и России. в политическом, экономическом отношении. И, к сожалению, вот эта зависимость определяет поведение всего монгольского государства. Многие монголы меня не понимали, даже не просто высказывали недовольство, а оскорбляли за то, что я критиковал Монголию в этом плане, в плане зависимости от Китая и России. Но на самом деле автор, виновник этой зависимости это монгольские власти. Монгольский народ ни при чем. Он также страдает от абсолютно несбалансированной, я бы даже сказал, неразумной политики монгольских властей на протяжении многих лет. Я знаю, что в последние годы было арестовано немало общественных деятелей, журналистов, политиков нынешней властью. Я знаю, что действуют определенные установки и даже протестующие от этого страдают. Раньше этого не было, а сейчас в современной Монголии это происходит и с этим что-то надо делать. И это мои выпады не против монгольского народа, а против монгольской власти. Хотя я и говорю, что это Монголия как государство, но власть нужно менять, я считаю. Такую власть, которая посягает на права монгольских граждан. И считаю, что без Монголии мы в реальности в наибольшей степени эффективности не сможем реализовать те цели, которые мы провозглашаем, но мы еще их формулируем, конечно, в процессе работы над этим, но тем не менее мы призываем и неравнодушных монгольских граждан, которые являются по большому счету нашими соплеменниками, нашими соотечественниками присоединиться к формированию общемонгольского движения в мире, надо выходить из этого зависимого состояния, которое длилось века. Нужно снова становиться полноценной и полноправной частью человеческой цивилизации. И это мы можем сделать вместе. Одна Монголия этого не добьется. Мы в отдельности, монголы внутренней Монголии, Буряты, Калмыки, тоже этого не сможем добиться. Только вместе нужно действовать, нужно идти по дороге в счастливое для монгольских народов, для монголов мира будущее. Это действительно важно. Важно не только объединяться с теми монголами, которые оказались вне монголии, государства Монголии, но и прежде всего с монголами Монголии. И мы это делаем. И я думаю, что критика властей в некоторых аспектах она вполне в принципе мы вполне можем иметь право на это, потому что мы тоже монголы, и наша душа тоже болит за то, что происходит в стране, которая является таким ориентиром для нас. И я думаю, что такими нашими действиями, то есть тем, что мы начали это движение к сбору всех монгольских сил, я думаю, мы начинаем очень важное дело. И я думаю, мы все счастливы сейчас от осознания того, что только что произошло, и что мы стоим на пороге чего-то действительно очень большого. Я благодарю вас за эту встречу, рада всегда видеть вас и оффлайн, и онлайн. Вот, и естественно, это не последняя наша встреча. огромное спасибо еще раз, всего доброго, по-бурятским уговарям, до новых встреч. Субтитры Субтитры